Всем привет, друзья! Сегодня у нас снова планировка. Сразу же к делу давайте покажу, как она будет выглядеть. Сразу скажу, что она необычная. Я так краем глазу ее посмотрел и вообще до конца не понял, что это такое. Комментариев пока я не видел, не смотрел. В целом это похоже либо на пентхаус, либо дом. То есть как сюда попадают, я вообще пока не понимаю. Ну что ж, давайте посмотрим, как это может выглядеть и какие здесь могут быть рекомендации, на что смотреть, на что обращать внимание. Я вот, честно говоря, входа не вижу. Мы же входим не как Карлсон, заезжаем вот отсюда. И не уверен, что мы поднимаемся по этой лестнице. Хотя может быть. В любом случае, мне кажется, тут мы попадаем по лифту. Мне кажется, что это лифт. Это какой-то что-то, либо дом, либо пентхаус. Не знаю. Давайте смотреть просто с того, что есть. Описание там детальное я либо не видел, либо не читал. Вот у меня пока только такая планировка. Больше пока ничего. Ну давайте посмотрим. Хорошо. Давайте, как будто это лифт. Если что-то, кстати, я не увидел, напишите в комментариях. Возможно, я что-то невнимательно смотрю. Заходим. Санузел в начале. Да, в начале санузел. Окей. Здесь раковина, скорее всего. Здесь унитаз. В начале пути. Да, окей. Хорошо. Здесь что это такое? Тоже непонятно. Возможно, какая-то... Даже, кстати, неясно, что это такое. Что телаж, не стелаж. Неясно, да? Вопрос возникает. Что еще? Давайте зайдем в спальню. Ну, вообще, да, тоже маленькие заплечики. Вот это будет не очень удобно. Ну, то есть, не очень красиво это будет. Ну, как бы, окей. Пусть будет. Дальше. Спальня. Здесь кровать. Шкафы. Надеюсь, 600 есть. Еще одни шкафы, которые открываются. Рабочий стол. Ну, да, в принципе, спальня может быть. Еще одна спальня. Кровать 1, кровать 2 тоже может быть. Здесь какая-то зона для посиделок. Ну, наверное, стол немножко побольше имеет смысл сделать. Тогда будет повеселее, поприятнее. Сходим направо. Зайдем сюда. Давайте все лишнее пока сейчас. То, что есть, сотрем, чтобы она нас не сбивала. Заходим в зону. Ух, какая зона интересная. Здесь у нас номер 1. Стол. Здесь, я так понимаю, камин какой-то, да, здесь вокруг него сидят. И здесь, что это? Это, получается, раздвижные диваны смотрят на телевизор. То есть, вот этот диван нормально, а вот этот диван, получается, ну, как бы, ни туда, ни сюда. Вот такие зоны лучше всего делать по-другому чуть-чуть. Лучше всего делать диван какой-то такой, либо приставной, и здесь кресло, например, либо еще один диван. Либо еще один вариант, если место позволяет, там, диван 1, диван 2, пару кресел, вот так. Либо, не знаю, какой-то вообще может быть диван вместе, здесь может быть тумбочка, здесь может быть место для торшера, там, чего-нибудь диван такой, переходной сюда, и здесь могут быть два кресла. То есть, какое-то более-менее такое замкнутое пространство. Да, мы видим, что вот у нас есть вот эта зона, да, здесь, допустим, один человек, может быть, это реклайнеры, кстати. И вот эта сидушечка, да, которая смотрит на камин, она немножечко вот в эту композицию не вклеивается. То есть, в чем тут проблема визуального характера? В том, что вот эта зона, она как бы едина, желательно, чтобы была, и желательно, чтобы она была едино замкнута на телевизор. А вот эта зона, что это зона камина, да, уже желательно, чтобы она была, ну, как бы, отдельно. Понятно, что, ну, если, ну, да, это камин, похоже на камин на самом деле. То есть, камин, окей, есть, зона, да, нормально тогда так, тогда что здесь делать? Здесь, наверное, имеет смысл, ну, в общем, надо подумать, да, что тут сделать. Потому что, может быть, знаете, как можно сделать? Кстати, у нас было такое решение в одном из проектов. У нас было круглое кресло, на самом деле, которое стоит просто на таком опоре и которое вращается и туда, и сюда. То есть, в тот момент, когда нужно камин, ты поворачиваешь его, смотришь на камин. В тот момент, когда оно композиционно логично вот сюда присесть, ну, пообщаться. Потому что, когда мы сидим в зале, да, мы общаемся, вот здесь вот один человек сидит, здесь второй человек, тут третий. То есть, у нас достаточно большая компания, нужно смотреть друг на друга, вот так вот, чтобы были взгляды. То есть, почему диваны плохо там по стеночке вешать, ставить, да, вот так вот. Потому что все в ряд сидят, как в метро, да, и невозможно общаться. Для того, чтобы общаться, желательно, самый лучший вообще формат, это круглый стол, да, когда мы за столом сидим. И у нас нет, как бы, главного, все в равноправных позициях, и вот мы со всеми общаемся, как игра в карты, да. Вот, когда мы делаем какую-то зону гостиной, то же самое. То есть, идеально у нас почему такие форматы? Потому что человек сидит, вот общается, вот общается, вот они, как бы, друг с другом все коннектятся. И, соответственно, лучший формат вот такой вот, то есть, кто хочет уединенно сидеть, садиться на зону дивана, вернее кресла, да. Кто хочет вдвоем сидеть, либо там больше, как компания, там, с семьей, допустим, садиться на зону диванную группу. Вот, таким образом, вот это вот получает такой замкнутый контур. Здесь немножко такого нет, поэтому что можно сделать? Здесь простое, достаточно изящное решение. Мы вот это кресло заменяем на вращающиеся, которые туда-сюда ездят, и которые одновременно и сюда, и сюда идут. И, соответственно, здесь будет точно такое же, как бы, тоже будет неплохо. Дальше вот эта штука не очень понятна. Здесь номер один столовая, здесь номер два столовая. А, ну, это для барбекю, да. То есть, мы выходим, я так понимаю, ага, вот сюда. И здесь зона барбекю. Возможно, это какие-то летние, то есть, более, ну, летняя зона, например, да. Возможно, это не наш климатический вообще пояс. Может быть, это в Израиле где-нибудь, либо там в Таиланде. Здесь бассейн, джакузи и выход на веранду. Возможно, да, непонятно, не знаю. Здесь закрываться, кстати, зачем, тоже непонятно. Ну, наверное, имеет смысл, да, вот эти вот, чтобы в темноте что-то полежать. Ну, окей, здесь хорошо. Душ не хватает? Душа. Почему-то душа нет, а он нужен. Ну, как же, в бассейн, джакузи обязательно нужно душ, чтобы сполоснуться. Я думаю, здесь его можно и нужно куда-то вставить. Возможно, даже, кстати, открытый, может быть, закрытый. Но душ нужен. Вот большой знак вопроса поставлю в этой части. Вот здесь, кстати, хорошо все сделано. Раз, два, три, четыре сидушечки. Хочу обратить внимание на масштаб. Тут что-то с масштабом, потому что кресла вот такие. И здесь такой же диван. Здесь вроде как он тройной, но он меньше вот этого двойного. Непонятно, что тут не так. Надо с масштабом. А, вот такая большая еще лежаночка. Тут тоже как бы хорошо, окей. Дальше идем на кухню. Кухня, остров, отлично. Здесь тоже все отлично. Комментариев нет. Все нормально. Заходим в левую часть зоны. Здесь большой душ. Хорошо, 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 отлично. Спускаемся вниз по стирочной, насколько я вижу. Здесь, ну вот, рассказывал недавно, что не нужно делать смещение. Лучше всего придумать такую историю, чтобы телевизор был все-таки по центру. Как это сделать? Ну, это возможно. По-разному тут можно перепланировать либо спальню, саму кровать в другое место поставить, либо выдвижной сделать. Ну, то есть, есть варианты. И тем более, вот эта вот зона тоже непонятная. Тут ничего не происходит. Мы дверь открываем, и вот видно же, что вот эта зона никак не используется. Немножко грустновато от этого. Лучше, конечно, чтобы использовалась. Также вот это пространство достаточно пропадает. Сюда можно поставить тоже какую-то сидушечку, еще что-то. То есть, более уютно вот этот уголок сделать. Тем более, здесь действительно он будет уютный. Сделать шторы, поставить сюда какую-то лежаночку. Ты можешь лежать, смотреть в окно, да, допустим, если там что-то интересное, красивое есть. И наслаждаться видом, да, допустим. Здесь все отлично. Переходим в следующую зону промежуточная. Окей, окей. Здесь кровать. За кроватью проход, да. Посмотрите, интересное решение. За кроватью тут здесь вот тоже шкафчики. И тут шкафчики. Главное, чтобы вот это вот было 600. Возможно, этого нет. То есть, визуально может быть чуть поменьше. Здесь надо, чтобы 600 было, тогда влезет все. Телевизор хорошо. Можно чуть больше делать. Он нормально будет. И вот этот проход желательно, чтобы был 600. Тоже не меньше, да. Обратите на это внимание, чтобы это соблюдалось. Тут окей. Здесь тоже да. Но вот, наверное, шкаф вылазит. Лучше вот эту стеночку продлить, да. Вот эту часть видно, да. Что чуть-чуть немножечко продлить надо. Здесь открытое пространство. Ну, чтобы этот шкаф не вылазил, да. Здесь хорошо, хорошо, хорошо. Может быть, да, да. Ну, здесь тоже не вплотную совсем будет. А, скорее всего, будет какая-то проставочка, да. Для того, чтобы вот так вот дверь была. Ну, и тут тоже, да, чтобы оно прям не упиралось в ванную комнату. Так, вроде бы интересно. Ну, самый большой здесь секрет, да, куда у нас, где у нас будет вход, да, он не понятен до конца. Вот, поэтому смотрите, где вход, как это сделано. Очень интересно. Напишите в комментариях, кто догадался, либо автор, если напишет в комментариях тоже, где вход, будет очень здорово. Значит, спасибо за внимание. Если есть какие-то мысли, вопросы, комментарии, то пишите. Разбор сделали. Если хотите действительно детально разобрать все это дело, то можно заказать консультацию либо у меня, либо у любого дизайнера, да, в комментариях их тоже много. Если вы дизайнер, то напишите свое видение тоже, какие есть здесь дополнения, либо что я вдруг не учел, это тоже будет полезно. Ну, а если вы хотите научиться делать такие планировки самостоятельно, приходите ко мне на обучение. У меня есть технология, методика, по которой я научу вас делать планировки, делать дизайн и стать либо дизайнером, либо сделать себе самостоятельно дом для того, чтобы он был гармоничный и качественный, который вы хотите. На этом сегодня все. Увидимся в следующих сериях, присылайте планировки на разбор и, кто хочет, приходите на обучение, читайте мою книгу. До связи!